Здравствуйте, Рената. Добрый день. Я очень рада, что вы к нам пришли. У меня есть к вам, как у профессионального косметолога, такой вопрос. Как вы очищаете свою кожу от достаточно сложного грима, который вы используете в съемках? Вот все-таки я обожаю всякие пилинги. И я, конечно, не могу сказать, что я делаю там в три этапа, как полагается. Может, это неправильно. Но я всегда очень активно пользуюсь именно пилингами. Я их обожаю. Именно очищающие какие-то средства, которые молочко. Но чтобы там обязательно были вот эти частицы, которые вы растворили плотный слой грима. К сожалению, достаточно регулярно им пользуюсь. Но мне не хватает, конечно, на это вот лосьона, скажу честно. Потому что если еще и пилинг, и, как сказать, потом это все высушить, а потом еще покрывать каким-то лосьоном, а потом еще кремом начнем, то для меня кажется, что у меня уже кожа как-то сильно утяжелена. Я не знаю, может быть, я не права. Может, вы скажете какие-то свои консультации? На самом деле, да, есть такая разумная схема для того, чтобы сначала снять мейкап специальным средством. Я думаю, они вам бифазик такой. Он снимает даже водорастворимую тушь. То есть снять поверхность. Вот если у меня очень такая бронебойная тушь, очень часто ее используют на съемках, или еще приклеивают ресницы, и там какие-то вообще подклеенные элементы, то, конечно, я вот такой вот пользуюсь. И это первый этап. Да, это первый этап. Можно даже смочить фатный диск и просто приложить для того, чтобы растворились все вот эти вот пленчатые восковые структуры, которые очень часто есть в составе декоративного макияжа. Потом аккуратненько снимается первичное загрязнение. То есть это первый этап. Вторым этапом обычно используется очищение в виде сливок или молочка, которое вступает в реакцию именно с макияжем. Там содержатся такие специальные вещества, которые называются скваланы. То есть они жир делают более текучим. То есть это не химия, которая как ацетон уничтожает? Нет, нет, никакой жир, скваланы вообще на самом деле вырабатываются из разных продуктов, в том числе и из оливок. Вот возле косточки всегда есть такая более маслянистая субстанция. Вот там содержится масса вот этих скваланов и полиненасыщенных жирных кислот. То есть это очень еще и полезно. И плюс ко всему эти скваланы вступают в реакцию не только с макияжем, но и с жиром нашим собственным кожным. То есть делают его более текучим и как бы вытаскивают его из пор. И вот вторым этапом очень хорошо пользоваться пенками для умывания, когда мы смываем сложные какие-то виды. То есть все-таки молочко, потом еще пенка, которая смоет все это растопленное. Да, да, да. Все это смоет, все это с водой, все это уйдет, и лицо обычно начинает дышать. Сразу возникает такое ощущение дышащего лица. Как будто у тебя легкий даже лифтинг появляется, и оно как будто светлеет. Конечно, да. А я у вас хотела спросить. Вот все время существует теория, что нельзя пользоваться водой из-под крана для смывания всего этого. Тогда это вообще усложняет процесс. Действительно ли она так вредна, чтобы смывать все эти средства? Ну, на самом деле, конечно, хлорированная вода, которая течет у нас из крана, не самая полезная, она очень жесткая. Но здесь обязательно надо пользоваться тоником, потому что тоник, он всегда, вот если хотите, можете попробовать, возле вас стоят баночки. Вот это да. В них всегда добавляются вещества, которые смягчают жесткость воды. И тоники считаются у нас таким пограничным продуктом, который заканчивает процесс очищения и подготавливает кожу для процесса увлажнения. А скажите, а возможно ли заменить воду тоником? Например, вообще не пользоваться водой, а исключительно тоником? Нет, нет. Все-таки в тонике содержатся косметические уже препараты, которые специально разработаны для того, чтобы лежать такой пленочкой, да, дышащей такой, покрывать лицо. А вода, она все-таки нейтральная такая субстанция, которая специально... Ну, то есть лучше какую-нибудь очищенную воду, может быть, даже из бутылки специальной. Да, желательно. Это было бы идеально, но если времени нет, то ничего страшного. Самое главное, не мыться технической водой, конечно, и не использовать дистиллированной, потому что смысла в этом вообще никакого нет. Обычной водой, но обязательно потом использовать какой-то тоник увлажняющий. То есть заменить воду тоником неправильно? Лучше все-таки пытаться, если уж так дрожишь в своей коже, и плохая вода, все-таки пользоваться водой из бутылки? Водой, да, и потом протирать тоником. В принципе, это было бы идеально. Просто, мне кажется, сейчас такая агрессивная среда, и очень много нарастает именно моментов для чувствительной кожи. И это же такой, знаете, как смежный ком. Сначала у тебя там легкие проблемы, а потом они все увеличиваются, увеличиваются, и у тебя уже какая-то воспаленная, аллергичная кожа, и ты должна ее щадить. Да, это происходит из-за того, что мы нарушаем гидролипидную мантию. Есть у нас такая пленочка на коже собственная, да, это определенное соотношение жиров и выделяемой нашей кожей влаги. И когда мы достаточно агрессивно что-то снимаем, да, какими-то кислотными средствами, либо хлорированными, либо щелочными, естественно, что мы этот барьер нарушаем, и тогда вот у нас начинаются проблемы чувствительности. Иммунитет кожи начинает ехать. Но есть специально разработанные средства, которые решают эту проблему. То есть восстанавливаем гидролипидную пленку. Если вот вы попробуете наш тоник из линии Time Defiance, вы на ощупь поймете, что он чуть-чуть слегка такой даже жирноватый. То есть он восстанавливает как раз-таки вот эту вот пленочку тонкую. Да что вы! То есть это такая полезная вещь. Потому что я именно вот страдаю чувствительностью, и вот иногда бывают периоды, особенно, знаете, весною или осенью, когда вот все твои защитные барьеры организма снижены, и твой иммунитет практически находится в стрессе, и, конечно, начинаются вот такие вот проблемы с кожей. Да, но в такие моменты как раз-таки мы рекомендуем активизировать уход, добавлять какие-то дополнительные факторы питания или насыщения кожи, потому что кожа, особенно весной и осенью, тоже претерпевает определенные изменения, естественно, которые сказываются на ней не лучшим образом. Идет смена сезонов, и поэтому вот этот период очень хорошо добавлять какие-то сыворотки. Вот эти щадящие. А это вот к нему специальное молочко, да? Это мылкая такая паста, которая смывает загрязнение. Это крем для глубокого очищения. А вот после этого какой пенкой можно использоваться? Вот я читала, что у вас какое-то новое предложение из грибов энзимных, которые совершенно фантастически очищают. Да, это очень интересный продукт на самом деле. Грибы — это очень интересная такая лаборатория природы, да, которая, вернее, то, что создано природой, там очень много белков. Да, это и не мясо, и не рыба, и не растение. Да, и выяснили наши замечательные ученые о том, что они обладают очень большим сходством с нашей кожей, особенно с той склеивающей массой, которая держит наши уже мертвые клетки на поверхности кожи. И здесь вот в этом пилинге как раз-таки и разработано это ноу-хау, то есть это производная грибов, растворяет вот эти вот склейки между уже мертвыми частичками кожи, и затем это все скатывается аккуратно, не затрагивая живые клетки. То есть удаляются только роговевшие, только омертвевшие, и мы получаем свежую, красивую, хорошую, ухоженную кожу. И это тоже нужно смывать водой? Сначала это надо подержать 8 минут, пока это не превратится в легкую пленочку. Потом то, что скатывается вместе с мертвыми клетками, надо скатать, а уже остатки смываются водой. Я хотела уточнить, если это такое интенсивное и очень сильное средство, то существует ли какая-то схема его употребления? То есть можно им пользоваться каждый день? Или это какой-то лечебный курс? Для того, чтобы достичь профессионального эффекта, как в салоне красоты, рекомендуется использовать его 2 раза в неделю, в течение 6 недель. Если же нужно просто придать лицу свежий вид, то это можно сделать перед выходом куда-то в свет. Как бы разово? Да, разово. В принципе, при применении этого средства, применение других пилингов исключено. Потому что он решает практически все проблемы. И неровности, и цвета, и улучшение текстуры кожи. Такой вот замечательный продукт. А тогда оно автоматически исключает у нас и молочко, и пенку? Нет, нет, ни в коем случае. Это наносится на очищенную кожу. То есть сначала мы умываемся, допустим, пенкой, потому что вот эта пеночка у нас очень хорошо смывает тоже макияж. То есть, допустим, первым этапом мы первичные загрязнения, снимаем, потом умываемся пеночкой, потом протираем лосьоном, восстанавливая нашу гидролипидную пленку. И после лосьона уже пилингом? Да, да. После лосьона уже делаем пилингом. Либо можно, если кожа не сильно раздраженная, после очищения сделать пилинг, а потом уже тогда в конце, после воды, протереть лосьон. То есть такой будет очистительный курс, если мы будем применять его более-менее регулярно какое-то время? Да, да. Это грамотный, это логичный, это научно обоснованный подход к правильному очищению. А скажите, существует вот эта вот проблема, что кожа устает от одного и того же продукта, и что его целесообразно все-таки иногда менять на какой-то другой? Ну, я как профессионал не могу с этим согласиться. Потому что кожа у нас постоянно обновляется. Каждые 25-35 дней, в зависимости от возраста и обмена веществ, у нас кожа полностью меняется. Мы просто этого не замечаем. И поэтому привыкание к косметике чисто психологическое. То есть мы видим какую-то новую баночку, или мы видим какую-то достаточно агрессивную рекламу, или нам подруга рассказала, что появилось какое-то чудесное средство, конечно, нам хочется его. И нам кажется, нет, вот это нам уже не помогает. Мне кажется, будет еще раз очень важно менять оформление старых проверенных средств, чтобы на них взглянуть по-новому. Да, но периодически, так как в каждом продукте есть какой-то элемент, допустим, в каком-то больше витамина С, в каком-то больше витамина Е. Естественно, что мы видим, ах, наше лицо посвежело, да, иногда это имеет место быть. И очень хорошо делать сезонное перепрограммирование, как раз-таки вот о чем мы говорили весной и осенью, какие-то продукты заменять на более питательные, на более концентрированные, на более витаминизированные, для того, чтобы поддержать нашу кожу в адекватном состоянии. Ну, и была такая неадекватная и, в общем, стрессовая жара этим летом. А вот интересно, как восстанавливаться, когда такая погода? И вот сейчас будет резкий перепад в сторону холода. А потом нас ожидает, по прогнозам, какая-то очень суровая зима. Что делать? Мы попали в резкоконтинентальный климат. Женщины, в принципе, не приспособлены к этому, но, видите, климат категорически меняется здесь с экологией. И надо что-то делать. Здесь я бы хотела рассказать вам про наш новый крем «Лакшери», который обогащен таким ноу-хау-продуктом, кардиолепином. И по заявлениям производителя он влияет именно на состояние клетки, живой клетки, которая только делится, тем самым меняя программу на оздоровление, на омоложение, на уши и текстуры. Это вот наш самый красивый. Вот здесь очень грамотно, естественно, решена. Существует ли крема, который влияет на мышцы и на притяжение земли? К сожалению, таких кремов, которые бы совсем решили эту проблему, нет. Я вам сейчас расскажу немножко про похожий продукт. Хотите попробовать? Хочу, конечно. Вот попробуйте запах. И посмотрите, насколько он легко впитывается, не оставляя после себя жирного блеска. И если им регулярно пользоваться, как раз-таки все вот эти межсезонные перепады, нарушение иммунитета именно на клеточном уровне, эту проблему можно решить. А скажите, а он защищает, есть ли в нем фактор? Нет, в нем солнцезащитного фактора нет. У нас есть другие продукты, в которых этот фактор продуман. И на самом деле... Как совмещать фактор с кремом? Можно ли наносить один на другой? В данном случае, если мы применяем крем, в котором не содержится солнцезащитных фильтров, можно воспользоваться декоративной косметикой, в которой повышен фактор. Да, потому что во многие тональные кремы добавлен этот СПФ, который защищает. А в любом случае в качестве солнцезащитного фактора используется, как правило, минеральный фильтр, который немножко крем утяжеляет. Здесь нам надо, чтобы он проник максимально глубоко. Поэтому в этой разработке... А его можно употреблять и утром, и вечером? И утром, и вечером, да. Он может назначаться в качестве такого интенсивного курса, вот когда человек резко похудел, или после какого-то, не дай бог, заболевания женщины, после родов долго достаточно восстанавливается, либо после каких-то переездов, когда лицо уставшее, осунувшееся. После стресса, после несчастной любви. Да, да. То есть мы назначаем в качестве терапии, допустим, на некоторое время этот крем, потом можно переходить на другие какие-то линии, потому что они более демократичны по цене. Если кто-то может себе позволить, пожалуйста, он настолько легкий, настолько приятный, что ему можно пользоваться постоянно. Раньше была такая теория, что чем позднее ты будешь пользоваться косметикой, тем, значит, твоя кожа будет менее усталой, и ты ее не оттягиваешь, не растягиваешь. А вот сейчас совершенно новая теория пошла, что чем раньше ты начинаешь за ней ухаживать, и существуют уже какие-то начальные программы, и средства для именно молодой кожи, но которая все равно должна быть ухоженной, а не какой-то там сухой или прыщавой. Я вижу очень много молодых лиц, у которых уже какое-то уже безумное количество проблем, больше, чем у женщин в зрелом возрасте, которые ухаживают за собой. Да, это совершенно верно. И существует разделение между именно молодой косметикой и косметикой после 30-ти. Да, в люксовых линиях есть такое разделение. И, кстати, хочу сказать, что моя мама была привержена с той теорией, что кремом пользоваться не нужен. Но, правда, тогда был один крем, по-моему, только детский. И Невея была еще, и еще что-то польское продавали. Да, какой-то женьшеневый. Женьшеневый. Вот, моя мама была его фанатом. Да, с тех пор прошло, слава богу, много времени, и много сил потрачено в научные разработки. И здесь разработаны линии для более молодой кожи в зависимости от типа. То есть что-то есть для комбинированной жирной кожи, что-то есть для сухой кожи. То есть 16 лет можно подобрать оптимальный уход, требующий минимум затрат времени. То есть нам нужно только правильное очищение, нам нужен тоник и грамотное увлажнение. На начальном этапе, до появления первых возрастных признаков, этого вполне достаточно. Затем уже в уходе и в очищении уже добавляются более дорогостоящие противовозрастные компоненты. И тогда мы рекомендуем уже либо эти линии сочетать. Вот это белые баночки. Да, это уже time defines. После 30, нежно говоря, корректно выражаясь. После 35 можно уже переключаться на более дорогостоящие линии. А можно интересно сочетать эти два продукта? Да, на начальных этапах, допустим, можно использовать очищение из одной линии, затем грамотно подключать либо какие-то сыворотки противовозрастные, если есть вдруг какие-то первые начинающиеся проблемы, либо какой-то крем противовозрастной использовать. Либо наоборот взять очищение из противовозрастной линии и, допустим, пользоваться каким-то матирующим средством. Но это должен, естественно, быть грамотный такой подбор для того, чтобы не переборщить. А есть тут еще что-нибудь такое, чтобы меня вселило какие-то силы, что оно мне еще больше омолодит, нежели вот этот крем. Но, например, я смотрю, какие-то тут у вас есть безумные колбочки. Я вот это обожаю. Какие-то таинственные снадобья, у которых никого нет, только у меня. Здесь вот вы взяли очень правильный флакончик. Это замечательное средство, которое содержит в себе экстракт дикого ямса, который считается таким кладезем фитоэстрогенов. А что такое ямс? Это кто? Ямс – это такое зерноподобное злаковое растение, из которого научились добывать вот этот вот продукт. Он еще и в примуле, то есть в растительном происхождении. Он есть в некоторых продуктах, но больше именно в ямсе доказано. И плюс здесь еще есть витамин С. Да, это, кстати, очень важно для такого сгрязненного города, если мегаполиса. Витамин С у нас решает массу проблем. Для курящих женщин. Да, он улучшает сосудистую стенку, укрепляет ее. Он улучшает проницаемость капилляров, да, то есть кровь лучше проходит и в том числе, естественно, в поверхности кожи. Он улучшает состояние коллагеновых волокон, то есть коллаген у нас становится более крепким, соответственно, повышает упругость кожи. А он помогает, вот когда воспаленная кожа? И знаете, когда сосуды начинают, уже сосудная сетка, очень часто с возрастом начинает почему-то появляться на коже. Это нарушение микроциркуляции, как профилактическое средство, да. Одно из самых популярных, конечно же, это витамин С. А здесь у нас получается два в одном. У нас есть и витамин С, в принципе, в порошочке. Приготавливается такая вот сыворотка, очень интересная. А это надо в холодильнике хранить? Нет, не обязательно. Самое главное, это не перегревать. На самом деле, всю косметику, она разработана таким образом, чтобы сохранять все свои свойства при температуре от 8 до 25 градусов. Ага, когда у нас температура зашкаливает под 40. Да, тогда, конечно, консистенция крема может меняться, но все равно лучше это не хранить в холодильнике, а просто в каком-то темном прохладном месте. Не перегревать, но и не переохлаждать. Потому что все-таки во многих препаратах содержатся белковые структуры, которые могут менять свою молекулярную составляющую. Именно замерзнуть, конечно. У меня вот тут уже нанесено одно. Кстати, на руках очень часто я проверяю всякие крема, потому что на руках такая иногда бывает сухая кожа. И если моя рука мгновенно молодеет, значит, средство прошло тест. Да, 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 совершенно верно. Потому что здесь у нас практически нет сальных желез, и очень быстро здесь стареет кожа. То есть это то место, которое нас может выдавать наш возраст, поэтому всегда надо очень активно ухаживать. Кстати, сразу побелела рука. Да, витамин С. Потому что с возрастом почему-то они очень сильно коричневеют. Потому что они у нас постоянно находятся на воздухе. На воздухе. Если мы прикрываем одеждой, то руки, как правило... Самые уязвимые места. И по ним еще возраст определяют. И все знают этот секрет. Мне кажется, надо какие-то вот с витамином С сыворотки втирать так же и в руки с определенного момента. Да. Но для рук у нас есть специальный крем из линейки, который, в общем-то, содержит солнцезащитный фактор. То есть перед тем, как выходить на улицу, можно замечательно наносить его на руки. Раньше же была эстетика перчаток. Да. Женщины прикрывали руки обязательно на улице. И шляпы одевали. И шляпы, да. Чтобы тебе все вместо факторов... А сейчас все это как бы... Да, мода изменилась. Крадет твое время. И сейчас ты должен все эти недостающие элементы компенсировать именно такими прекрасными изобретениями. Да, благо, что они у нас есть, такие изобретения. Я хотела бы вам еще показать одну очень интересную сыворотку с 3D-эффектом. А, вот я, кстати, мечтала о 3D-косметике. Она уже есть. Я хотела бы вам про нее немножечко рассказать. 3D-лифтинг. Все дело в том, что вы совершенно правильно заметили, что у нас лицо, оно с возрастом начинает стекать под действием гравитационного птоза. Это такая несправедливость. Я считаю, пускай стекает лицо у мужчин. Им же оно не так важно. Тогда нам надо жить в невесомости. Тогда у нас ничего никуда стекать. А пускай у женщин оно не стекает. Можешь написать просьбу туда? Пожалуйста, пусть оно у нас не стекает. Для этого нам, видимо, нашим ученым открыли некую тайну. Они изобрели вот эту 3D-лифтинг-сыворотку, что под действием притяжения силы Земли у нас появляется так называемый гравитационный птоз, когда наше лицо постепенно начинает... Куда-то смещаться туда не надо. И щеки начинают быть на уровне рта. Да. А потом вот сюда заползают. Да, это называется брыль. Горестные моменты. Так вот, когда уже появились первые признаки этих горестных моментов, мы можем использовать специальную сыворотку, которая, воздействуя на эластичные волокна нашей кожи, придаёт коже упругость. А скажите, её надо куда-то в какие-то ответственные места наносить, вот там, где у вас есть? В принципе, на всё лицо, но больше, конечно, с акцентом на нижнюю часть. То есть на шею, там, где прикрепляются все эти наши... Да, вот это наша нижняя треть лица, вот под глазами, вот там, где у нас постепенно начинают сползать щёчки. Я, между прочим, считаю, что очень многие мужчины тоже пользуются всякими такими омолаживающими процедурами. Ну, в общем-то... Сейчас уже стёрлась эта грань между мужской и женской косметикой. Ну, она всё равно есть, потому что у нас, слава богу, есть наши фитоэстрогены, которые не подходят. То есть мужчинам это не подходит? Нет. Как интересно. Нет, это вот то, что касается вот этой сыворотки. То есть она к ним не усваивается? Нет, у них будет эффект от витамина С, но у них нет рецепторов. У нас же на лице есть рецепторы, которые под воздействием наших гормонов, эстогенов. А у мужчин нет рецепторов? Меньше. Как интересно. Да. Я посмотрю эту сыворотку. Да, пожалуйста, попробуйте. В 3D. То есть она подтягивает тебя. А через сколько может появиться эффект? На самом деле от хорошей косметики вы эффект увидите первичный на следующий же день. Но отдалённый результат при таком достаточно активном использовании через 2 недели. Прекрасно. Причём эту сыворотку можно наносить под крем. То есть после полного очищения, после пилинга, после того, как вы протёрлись тоником, вы наносите эту сыворотку и затем наносите крем. А могу я сочетать вот этот витамин С, а потом вот это? Или это всё-таки слишком много? Нет, это можно. Просто здесь хорошо было бы разбить что-то делать утром, а что-то делать вечером. Понятно. Потому что кожа должна переработать то, что мы ей даём, чтобы у нас не получилось такого эффекта усложнения. Прекрасно. И ещё один продукт, который, я думаю, вам понравится, это сыворотка для сияния лица. Я всё время и не понимаю, что такое сияние лица. Это что, оно выбеливается или оно начинает перламутриваться? Есть, естественно, что кожа покрыта мёртвыми клетками, о которых мы говорим, которые выполняют защитную функцию, барьерную. Можно это сочетать тогда вот с этим пилингом и усилить сияние лица вот этой сывороткой. Да, мы сначала убираем то, что уже нам не нужно, а какая-то часть нам ещё нужна. И потом можно попробовать вот эту вот сыворотку, которая даст нам эффект свечения. То есть свежего, отдохнувшего, влюблённого лица. Говорят же, женщина сияет, когда она влюблена. Конечно, это не касается глаз. Ленат, хотите попробовать эту сыворотку? Конечно. У меня, кстати, уже рука заметно омолодилась в процессе наших переговоров. Смотрите, сколько я в неё втёрла, и смотрите, как она у меня. И какой хороший результат. Между прочим, дикий контраст вот с этой. Даже мне неудобно. Давайте мы на неё попробуем осветляющую сыворотку. Прекрасно. Сейчас будем лечить эту руку. Да. Очень приятно пахнет. И, кстати, совершенно от неё... Вот есть такие кремы, как плёнка. И под ними как будто бы у тебя начинается парниковый эффект. А здесь вот вообще этого эффекта нету. Да, здесь лёгкие текстуры, они хорошо впитываются, не оставляют ни жирного, ни липкого никакого ощущения. Просто вот эта пергаментность тебя покидает. У тебя какие-то молодые руки, как в детстве. Или как в юности. Да. Да. Ну, видите, мне кажется, вот эта рука, она как благодарно реагирует. Конечно, нужно этому учиться. И, в принципе, это тоже такой момент, как сказать, воспитания. То есть ты должен работать над своим внутренним миром. И всё-таки работать над своим внешним миром. И не делать это только, когда у тебя возникает какой-нибудь отвиз. Или у тебя появилось там пустое время. А делать это, видимо, надо постоянно. Да, лучше заниматься профилактикой, чем потом бегать за каждой морщинкой. И, естественно, что если мы хотим увидеть хороший результат, то кожей надо заниматься ежедневно. Ежедневно. И оттянуть этот горестный момент с внедрением всяких пластических операций. Потому что, на мой взгляд, лучше всё-таки заниматься профилактикой, и оттягивать эти страшные минуты, чем в какой-то момент прийти и резко себе всё утянуть. Да, поэтому у нас есть очень богатый спектр продуктов. Можно их сочетать, можно их менять. И я думаю, что эти средства специально созданы для того, чтобы больше заниматься именно профилактикой и коррекцией каких-то дефектов, для того, чтобы женщина всегда была молодой и красивой. В каком-то смысле я это даже называю эффектом успокоения, когда у тебя есть вот такое количество средств, которые тебя спасут. И даже если ты веришь в это, мне кажется, это работает. А потом, когда ты занимаешься собой любимой, даже когда ты просто протираешь себя ватным диском, видишь себя в зеркало, как свежеет твоё лицо, это ещё очень хорошо влияет психологически. Я считаю, что если ты себя не любишь, то как же ты можешь полюбить другого? Да, и как другой может полюбить тебя? Так что нужно учиться и так быть, и так быть, с утра до вечера совершенствоваться. Да, и я считаю, что всё-таки в борьбе за молодость и красоту все средства хороши. Поэтому надо пробовать, надо подбирать, надо экспериментировать и всегда быть в курсе каких-то научных разработок, потому что всё-таки учёные едят свой хлеб не зря, придумывают какие-то новинки, которые нам помогают улучшать то, что создала природа. Ну, я себе уже выбрала здесь всех своих любимцев. Мне нравится и вот этот вот 3D-лифтинг, и вот этот пилинг с грибами, которые я прям страстно хочу опробовать. И вот это вот мягкое очищение, которое обязательно приобретут, чтобы его использовать после съёмок. Замечательно, я очень рада, что вам понравилось. А как могло такое не нравиться? И вот эта сыворотка с витамином С для наших огромных стрессов, которые я подвергаюсь каждый день. Всё. Спасибо. Спасибо.